Депутаты регионального парламента на состоявшейся сегодня сессии утвердили поправки в окружной закон об образовании. В частности, парламентарии одобрили компенсацию аренды жилья для педагогов профессиональных учреждений. Студентам-инвалидам за счет регионального бюджета профинансируют платное обучение в окружных профессиональных образовательных организациях. Подробности в нашем следующем сюжете. До настоящего времени получить компенсацию из окружного бюджета на аренду жилья могли только педагоги детских садов и школ. Распространить действия данной меры социальной поддержки на преподавателей средних профессиональных образовательных организаций округа предложили активисты общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Преподаватели образовательных организаций средних специальных обращались к нам в том плане, что данный законопроект не распространялся на них, хотя преподаватели всех образовательных организаций выполняют одну социальную функцию образования нашей молодежи. Вопрос имеет долгую историю, больше двух лет эта инициатива обсуждалась. и молодежным парламентом, и в собрании депутатов. Наконец-то эта инициатива нашла свою реализацию в виде закона. Таким образом, мы уравниваем преподавателей среднеспециальных учебных заведений с преподавателями школьного и дошкольного образования. Те имели эту льготу на поддержку семьи преподаваемых жилья, а преподавателей СУЗов нет. Это уравнивание их позиций. Возможно, это поспособствует привлечению специалистов и в среднеспециальные учебные заведения. Я думаю, это справедливо, и давно пора было это сделать. В соответствии с принятым законом, средства на ежемесячную компенсацию расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам СУЗов, расположенных на территории округа, будут предусмотрены с 1 октября. До конца текущего года этой мерой соцподдержки могут воспользоваться 9 семей педагогов. Для одиноких граждан и пар компенсация составит до 10 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей семьям с детьми. При этом, как отметила вице-губернатор Неницкого округа Наталья Сидорова, по решению о губернатора срок действия данной компенсации увеличивается с 3 до 5 лет. Это и другие меры социальной поддержки позволят привлекать в округ высоко квалифицированные кадры. Дополнительно в этом году мы приняли еще меры, и вы, наверное, об этом тоже помните. Это 80% мы выплачиваем для приглашенных специалистов с первого дня работы. Кроме этого, у нас действуют дополнительные выплаты для молодых специалистов. Также мы компенсируем коммунальные расходы. То есть такой целый комплекс мер, направленных на реализацию, в том числе, с 1 января программ по земскому учителю. Хотелось бы отметить, что эта мера также является одной из дополнительных мер для наших педагогов, которые направлены на привлечение и уменьшение дефицита кадров в сфере образования. И все приурочено к земскому учителю, запускаемой новой федеральной программе. По предварительным оценкам, до конца года на компенсацию аренды жилья потребуется выделить из окружного бюджета около 340 тысяч рублей. В этом году воспользоваться мерой социальной поддержки смогут 9 преподавателей, не имеющих жилья на территории Наринмары и поселка Искателей. Еще один вопрос, рассмотренный сегодня на сессии, касается студентов-инвалидов. Действующий закон дополнен статьей, предусматривающей компенсацию расходов инвалидам, не достигшим 24-летнего возраста, а также родителям, законным представителям детей-инвалидов, стоимость обучения в государственных профессиональных организациях НАО по очной форме обучения на платной основе по основным профессиональным образовательным программам. Тем самым мы предоставляем возможность детям-инвалидам у нас обучаться не только на бюджете, но и на платной основе, и тем самым у детей появляется возможность выбирать именно то направление, которым им действительно бы хотелось заниматься, независимо от возможностей родителей. Добавлю, что соответствующее решение было принято по итогам встречи губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. Из окружного бюджета на эти цели будет направлено 186,5 тысяч рублей. Эти средства компенсируют затраты четырёх молодых людей с инвалидностью, обучающихся в окружных учреждениях.